Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 131. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы за 20 апреля 2016 года. События дня. Какие вчера были-то? Ну и сами прочитайте, просто не будем считать, это знайте. Потом будет время, я разъяснять буду еще. Я нигде не бываю только на своих ресурсах, потому что здесь много приходится ставить, работать. По 16 часов почти каждый день сижу здесь. 14-16 часов в интернете. Вот теперь прочитайте коротко. Нужно краткое содержание дать на наши ролики, кто-то помог бы. Сам я уже не могу этого сделать, это заново надо все прослушивать. Вот так. Ну и вот это вот перевести в эти вот формы. На нашем сайте, не на форуме, а на сайте. Ну иду, где наши занятия. Я говорю, не могу, значит не могу. То есть времени нет. У меня, можешь там показать, 30 томов книги вышло открытым оком. Каждый том, 752 страницы. Вопросы, ответы, проповеди. То есть очень богатые книги. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Места из Библии приводятся. Ну и там вопросы-ответы. И люди стали все время просить, вот вопросы-ответы, ну не найдешь где-то. Как-то надо сделать отдельно. Дети там, взрослая, работа. Я говорю, я умру когда-то, тогда кто-то этим займется. Но получилось, что пришлось самому заново 30 томов пролопатить. И разбить на 55 папок. 55 папок. Я покажу, где это и как делается. Вот, чтобы было видно, где я покажу. Это наш сайт. Вот он самый. Во свете Библии. Православный библиейский сайт. И вот 4124 ответа. На вопросы. Повторяю. Самое ценное, что есть, это вот это. Вот такие вопросы больше. Эти вопросы вот так ответить. Думаю, на сегодняшний день никто больше не ответит. Почему? Это мне дано. Это отвечать даже на основание Библии. Знать Библию очень хорошо. Творение святых отцов знать. Каноны церковные все знать. Книга правила. И жития святых. Это 12 томов. Только жития, не считая другого. И плюс жизнь. Поэты, россия, историки, политологи. Все включается в ответы. Вот. Теперь уже говорят, это большое дело, если бы вы их насчитали. Вот они, бесы, колдовство, дальше Библия, богослужения, болезнь. И так 55 папок. Вот. Разбор выступлений. Вот это богатый материал тут. Очень богатый. Дальше разное. Рождение. Русская церковь. Так. Русский язык. Священство. Семья. Смерть. Спорт. Старое обрящество. Суды. Христос. Царство. Видите, какие темы. А теперь в любую тему. Ткни вот здесь, допустим, политика. Я в нее только ткнул. Вот политика. Вот они пошли. В каком томе, какой номер вопроса. В любой ткни, ну где-нибудь. Ткнул только. Тут же пойдет ответ. Ну, это такой ответ небольшой. А то ответы бывают очень большие. Ответы. Вот обратно мы уходим. Вот. Теперь это у нас открылось. Теперь снова нужно вернуться. Надеюсь. Вчера самое событие какое было. Я сейчас покажу. Приходится маленько, как бы на первое место это выставить. Был знаком с человеком. Он у меня вышел. И вопросы задает. Молодой человек. Вроде 23 года ему. Ну и вопросы-то задает. Видно, к какому краю хотелось бы ему. И вот вчера он у меня опять выходит. Где-то не меньше пяти бесед было. Сколько продолжительность этой беседы? Час 47. Ну понимаете, час 47. А одному человеку я посвящаю, когда у меня минуты одной нету. Какое к нему отношение мое? Это примерно пятая беседа. Санкт-Петербург. Александр Ветров. Ну я документы не проверял, но как он говорит. Хорошие беседы. Вопросы задает все. Но все к одному идет. Видно, что интересуется парень. Не мертвый. И вчера в один день взялся врагом. Почему? Обычно я спрашиваю. Вы не против, что я выставляю там это все? Нет, не против. Против я не буду говорить. А этот наоборот. А почему мы говорили не поставлено? А почему не поставлено? Я говорю. Время не пришло. Ну. Ну я говорю, договорился вам. Предупредил. Две недели один раз. Ну осталось три дня. Что за разговор такой? Ну три дня. Начало недели и конец недели. Два. Это 14 дней должно пройти. Он мгновенно съехал с катушек. А вы лжет. Вот это да. На 54 года моложе меня. Это как можно так разговаривать? А что? Я сразу думаю. Он где-то связан с миссионерским отделом патриархийным. Самая наглая. Хомовитая. Все туда стекается. Там, наверное, регионы демонов трудятся. Так оказалось. Имеет прямое отношение. И все они спорят, какая группа, с кем. Кто за Распутина, кто там за Россию, кто против евреев там. Все это дело-то. И он как начал мне выдавать. То есть в нем было сектант. Сколько вопросов задавал. Отвечал по православу. Мгновенно при том. Вот это связано с Данилом Сысовым. Чем не знаю. Потому что он занимался. Для меня он святой мученик. А это все. Вот помните. Царионов там. Чем занимается? Наконец прихлопнули. И нет клопа. Это тоже. Прям мгновенно пошел в разнос. Я закрываю его. Он прорывается внизу. Звонит. Я сказал, больше разговора не будет. Пришлось черный список занести. Невозможно как. Что это внутри. Самое опасное, что сегодня есть в церкви, это миссионерские отделы. Лживые. Никакой. Это не может. Этому нельзя научить. Пытается. Это имитирует сатана. Дьявол. Это дьявол их создает. Я убеждился вчера еще один раз. Мгновенно. Притом. Вот посмотрите. Вот он. Как называется. Я сегодня его выставил только. От Иоанна. 21 глава. Что тебе до того? Ты иди за мною. Ну эти местописания где. Сейчас 47. Я отвечаю на его вопросы. И когда он голову поворачивает. Я так думал. Я не видел. Что там у него сидят товарищи. Друзья. Он говорит на камеру. Я так понимаю. Но я все отвечаю. Как будто ничего не знаю. Но. Вот такое дело вчера было. Я потерял этого человека. То есть он не был со мной уже. Он и не был. Получается если по мирскому. То есть подыскивался. С подковыркой. Шел. Но у меня выхода никакого не было. Он решился. Ко мне пришел. И меня всяко обложил. Обозвал и пошел. И даже нужды нет. Их совесть не мучает. Главное. Чаще исповедуйся. Чаще причащайся. То есть сатанинская злоба. Замазать. Чтобы никогда уже сатана оттуда не вышел. Причащайся главное. И будешь болеть. Бесноваться. И все остальное. Вот только вчера. Еще одно доказательство. Миссионерские отделы. Это угроза России. Они должны быть немедленно ликвидированы. Ликвидированы. Если дух дает святой. Значит вдвоем отправляются. Идут и свидетельствуют. Двое. И Христос так делал. Семьдесят. Подвое. Везде подвое. А надо перед кем-то отчет. Где-то что-то есть. Кто-то руководитель. А главный руководитель. Это сектовед Дворкин. На совести ни одного человека нет. Чтобы стольких людей пересорить между собой. Я ему не враг. И мгновенно он меня в число врагов заносит. С Орионом разговаривали как-то. Они на меня вышли. Это я стал говорить. Они не так. Ну я закрыл. Отошел. Не стал говорить. Они меня не видят. И не выключили. Я все слышал. Что они говорили. Как они смеялись. Как издевались. Как они там видно издевались. Против меня. Первый раз видят. И знают. А уже немножко поговорили. По интернету. Почему я выступил. Где они там грабили. Что-то выступление какое-то. В Амхате. Или где-то было. Я сказал. Что так нельзя христианам делать. Как они на меня взялись. Наконец. Нашлись люди. Которые говорили. Что прихлопнули эти клоповни. Это провокаторы. Провокаторы. И кто знает из Санкт-Петербурга. Вот этот. Кто называется Александр Ветров. Побеспокойтесь о его душе. Это православный. Миссионерский отдел. Ну как. Ну допустим. Он принесет покаяние. Уже все. Я ему не нужен. Я ему не нужен. Друзьями мы никогда не будем. То есть я молюсь за него. Уже теперь я занес его в число. Тех. О ком я молюсь. Бог знает. Вот вчера самое неприятное для меня было известие. Ну и дальше. Считай. Настаивать на этом не нужно. Ибо не знаем, что из этого выйдет. А чем пока я не знаю кому. Дальше. Было такое же действие святого апостола Фомы. Он был. Меня попросили помолиться. Молодые люди. Здоровые. Хорошие. Все. Детей нет. Нет детей. И помолиться. А я отвечаю. Не надо настаивать. Бог знает. Здоровые. Крепкие. Живут вместе. Спят хорошо. Ну нет детей. Бог закрыл чрево. Значит апостола Фомы. Такая стала роптать. Вы знаете, как ревекка-то было. Не было детей. И у Иерахили не было. Яков говорит. Я не Бог. Бог затворил чрево твое. И что теперь? Экстракорпоральное оплодотворение. Как у Филиппа Крепкорова будете. Вы не знаете, какое вырастет из этого создание. Дальше. Он был там на бракосочетании. Сказал молодым, что дети у них будут больные. Злые и неверующие. Нужно жить отдельно. Все в Божьей руке. То есть я говорю. Там нет ими словами. Может быть. Ну. В житии. 5 октября его. Я отвечаю. От Луки. Ибо приходят дни. В которые скажут. Блаженно, неплодные. И утробы не родившие. И с отцами не питавшие. Вот ответ. Алексей Коранов. Я много про это говорил. Я рассказывал одну историю однажды. Пришлось мне быть на бракосочетании. Ну, иди сюда. Иди. Иди. Иди сюда. Она, видишь, я маленько не на том месте. Ну, ну. Иди сюда. Пошли. Пошли садись. Ну, иди-то. Своё место. Ну. Сама должна зайти. Вот так. И вот во время бракосочетания. Его родной брат. Который жених. Вдруг берет. Вот щулки. Там красные или синие. И щулками люди-то сидят. Деньги собирать. Кто за то, чтобы сын родился в красной кладейке? Примеру говорю. Я не знаю там какая-то. Но смысл тот самый. А кто за то, чтобы девочка родилась первая? В сине. То есть оригинально? Деньги дают? Дают. Я так ахал. Разве от щулка зависит это дело-то? И как будто бы Бог провел черту. Ни у жениха, ни у этого, который собирал детей нету. А теперь помолитесь. Я говорю, припомните, что вы говорили там. Вы надеялись на щулок. И нет, ни у того, ни у другого детей. И оба желают. И у обоих теперь средства позволяют. И всё. Всё. Это в моей практике было. Я мог бы показать людей, чтобы они сами ответили. Но они ещё живые, так что им это будет неприятно говорить. Дальше. Алексей Коранов, Гнатий Тихонович. Если даже почти всё уже окатоличено, то это же не значит то, что мы должны в этом утверждаться далее. Вот и восстали некоторые священники против этого. Как раз не против этого восстали-то. Когда я говорю, что на патриарха на встречу в Гаване с папой зря напали. Он ничего там плохого не сделал. Чего вы боитесь католиков-то, когда всё уже окатоличено? Вот и говорит, утверждаться далее не надо. Объявить вне закона все мочения католические. Это католики придумали везде. Их показывает Августин, и чашечки поливает. Кама Гридеши, там апостола Павел. Не было такого никогда. Это врут они, католики. Ложь католическая. Погружение полное только должно быть. Полное, троекратное, полное. Вертикально. Если возможно, не назад прокидать, как сектанты. Это положение во гроб. Говорите об этом, а сами не понимаете, о чём говорите-то. А вы? А вы каждый раз говорите, что вы восстали. Зачем вам это надо? А что, по-вашему, получается, надо молчать и дальше по полной программе окатоличиваться? Ну, всё тут непонятно. Но перейди. Что мы должны в этом утверждать. А не утверждайтесь. Перестаньте, чтобы священник ни один не был бритый, не трогал бороду. Первый. Не по-католически. Крестили правильно. Венчали правильно, венцы надевали. Это не по-католически всё было-то. И чтобы авторитетом, безусловно, грамотного, как у них папа, примат папса. Тут каждый папа. Всё католическое. Я вот про что говорю. Остальное-то нападайте зря на патриарха. Ему нужна сейчас, наоборот, помощь. Его заедают сейчас. Конференции собирают. А все, которые там мочёные, на вас и благодати, может, никакой нету. Мочения нету. Это обман. Крещения не было. Пираты захватили корабль. Какие? Католические, безбожные. Я ответил на это. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Всегда интересны ваши пересказы тех или иных житей. Краткие, но весьма живые и образные. В выпуске вы привели житие Авы Досифея. Не Авы Досифея, а Дорофея. А у него ченик был Досифей. А ты тоже из житей? Да, конечно. И много ли подобных, известных, именно таких, как житий в житиях Дмитрия Ростовского? Я отвечаю. Вот что значит иметь много работ. Это я Юрию отвечаю. При многих занятиях твоих о лишнем не заботься. Тебе открыто очень много человеческого знания. Он как раз такой есть. Преподает в Государственном университете, Государственной академии, да еще и при епархии курсы ведет. Ибо многих вели заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их. Это я ему говорю. Будь внимательным. У тебя много занятий, что мне случилось. И Серахов говорит. Я пишу. Если у кого есть мои книги открытым окном, томат 7-8, то это как раз по житиям 400 вопросов, отвечая по житиям святых. В университетах вел занятия. Объявляет, ответы буду давать только по житиям святых. Вы возьмите, посмотрите. И вот дальше. И 400 ответов по житиям же, в кавычках, то есть скопировано. На некоторые вопросы отвечаю, выбираю дословно из нескольких житий, даже до 10 и более. То есть на один и тот же вопрос из разных житий беру определенный момент. Допустим, спрашивают о мучении, об ответах. Я должен знать, в каких житиях. Это 1173 жития. Таких ответов, разбора житий, тем более это все мы насчитали уже на нашем видеоканале. Таких нету в мировой сети нигде больше. Жития святых во свете Библии. Нету по сегодняшний день. Да и не сделать им этого. Для этого надо быть пропитанным Словом Божьим. Чтобы показать, что это не просто единичный факт или ошибка, но явная система. И в таких случаях, и по другим моментам, в житиях до произлиха и с присыпкой. Так я мог бы еще на 400 вопросов отвечать студентам по житиям. Но тут уже иная тема пошла. По стихам 300 поэту России за 300 лет. Кто и что сказал в определенной тематике, том 26-е. Ну представьте, кто будет вести занятия? Кто? Назовите те, которые студентам ведут занятия. И теперь неделю или две недели я буду отвечать на ваши вопросы поэтами России. На любой вопрос. Но из каких поэтов взять? Это 20 тысяч файлов мне надо было вот так вот все время. Вопрос. Любой вопрос. По 300 поэтов. Ну понимаете, что это нельзя. Это лжепроповедник, лжемиссионер. Да, но если лжепроповедник, лжемиссионер Лапкин может это сделать, то вы-то, святые, вы вполне можете делать этого? Вы вполне? Вы же не на другом уровне. У меня образования никакого нет. У меня единственное качество, которое я прошу у Бога, быть Вадимом Духом Божиим, иметь любовь к Богу и к Слову Его. Дальше. Если бы у меня было написано, как обычно о монахах пишут, что отъявленные тунеядцы, лодыри и гомики, то пыли бы было много в мой адрес. Но я показал, что это были удивительные трудяги, каких мало нынче. И что это самые настоящие герои, самые измышленные веры. Герои, самые измышленные веры. Их всех почти можно в книгу Гиннесса по годам вставлять. Я 12 томов насчитал, они на нашем сайте стоят, и каждый день выставляются «Житие святых». Каталоги составил, издал книгу «Симфония на житие святых». Знаю я их или нет? Я их прошел примерно 12 томов на 10 раз. Примерно там. Подряд, не подряд. Ну вот считай, сколько. И по монастырям моей книги эти за 14 лет ни один даже и звука писка не сдал против. Алексей Фомин. Фомин. Интересно. Фомин. Фомин. Это Фа. Я связываю Фомин. Когда давали фамилии, кто-то из них Фома назывался. Это имя человеческая Фома. Но его назвали Фомин. Это обязательность. Это Петров, Иванов, Сидоров. Откуда? От человеческого имени идут. Когда фамилии давали, а еще это Сидоров пришел. Отец Сидоров был. Сидоров осталось. А другой Марьин. Марьин будет. А это чей? Ну Никодимов. Никодим. Дальше. У вас есть моменты осуждения священства. А этого нельзя делать. Есть моменты осуждения священства. Но никогда никто не показывает, где. Но теперь еще думаю делать. Есть моменты, нету. Я говорю, нету элементов осуждения. Нету. Я беру Слово Божие, а он, видно, этот Фома, не верующий. Он не знает это. Я цитирую местописания. Бог их называет так. А он знает. Батюшка благослови, батюшка благослови. Если я сказал, что надо смотреть в Библию, а вы осуждаете священников. Ну пока еще кратко говорю. Дальше. Кто осуждает священников, тот берет на себя их грехи. Так он берет грехи. Значит мы сейчас увидим. Какие пророки берут на себя грехи. Павел берет грехи. Ко мне не относятся. Ни одного слова я не говорю по отношению священников. Ни одного. Дальше. Один у нас судья. Господь Бог. Только он может судить. Больше никто. Человек не имеет права судить священника, какой бы он ни был. Плохой или хороший. Откуда он взял, что судить? Зачем судить? Хороший, плохой. То есть разные синие. От батюшка благословище, счастье исповедуется, причащается. То есть будешь с батюшкой в аду, другого места вам нет уже. Писание говорит. Оба кровавые в крови будете. Дальше. Нам нужно себя судить, а не ближних. Это он уже научился, набрался. Человек падшее создание, и у человека ум помраченный. То есть у пророков помраченный, апостолов, помраченный все. А поп сказал, не трожь меня, не суди никого. Один только смысл. Не трожь меня, попов. Другого нет. Они всех судят. Смертельно судят. Сейчас бросились на патриарха, судят и сатаной его называют. То есть у них никаких тормозов-то нет. Самое бесправное. И вдруг возможность какая-то есть, вырвался. Это подкаблучники обычно, которые дома-то баба угнетают. Он вырвался на охоту, он налево-направо стреляет. Он не знает, как показать, какой он крутой. И дальше. И как? И как мы можем своим помраченным умом судить кого-то? Мы черви, которые ползают в навозе. То есть это спасенный Богом. Мы только как червь. А Господь говорит, ангелов будете судить. Червь. Но попробуй ему скажи червь. Я пес смердящий другой называют. Скажи ему, пес смердящий, как монах. Я самый негодный, самый негодный. На стоятие в столовую пошел, взял и руку поставил, говорит, на этот, на косяк. А ты куда? Да, куда? Обедать? А чем я хуже других? Ну вот и все. Пес смердящий червь. А навоз-то наши грехи. Извините меня, Христа ради, но в вашем видео много осуждений. Там, видите, много осуждений, а в начале момента осуждения. Понятно. Пока он здесь топтался на своих вымыслах, было немного. Но конца дошел, всего несколько строчек. Теперь уже много осуждений. Но я отвечаю на это. А ты, Анна 1248, отвергающий меня, не принимающих слов моих, имеют судьюсь в себе. Слово, о котором я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот Фома неверующий. Верит он это или нет? Что судить Бог будет по слову. А не потому, что батюшка скажет. Ну, Христа судите тогда. Ну, судить Он будет. И по слову, значит, нужно точно смирять, вникаясь в себя и в учение. В себя и свиряйся. И занимайся этим постоянно. И только так, вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Значит, не спасешь ни себя, никого. Не поможешь, но я червь, то другое. Но с червями и будешь кипеть. Вот так, дальше. Все писание благодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть они понимают, Бога вдохновенно, Он спорить не будет. Он говорит, полезно для научения, понимает, но только батюшек учить нельзя. Они самые невежественные. Ему вдолбили в семинарии, там что есть. Они писание-то не знают. Я за свою жизнь еще ни одного не считаю, там, которых близко знал. Который бы действительно знал священное писание. И что? Для обличения. Ну, обличать может быть. Он согласится, этот Фомин-то. Но не священника. Священника нельзя обличать. А почему? Он непременно должен в аду быть. Его обличать нельзя. Он из КПСС. А ее нельзя трогать. ГУЛАГ будет тебе. Я тебе объясню. Дальше. Для исправления. Священников нельзя исправлять. Они достигли вершины всего. Златоуст говорит. Одна душа погибнет по твоей небрежности. О, священник! Тебе всей жизни не хватит загладить свою вину. Жизнь. А их миллионы погублены попами. Доказывать надо. Для наставления в праведности. Ну и так дальше считайте. Семнадцатый стих. Трое фетра. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. То есть писали святые божьи человеки. То есть черви. Все мы черви. Эти черви написали, но они движимы духом святым. Нечерливыми мыслями фоминами. Писание. Писание. По воле человеческой они изрекали его. А значит не они, а дух святой, движимы духом святым. И то, что сейчас буду приводить в местописание, это не люди говорят, они только трубы духа святого. Как второе правило шестого вселенского собора говорит. Дальше. Это Иоанна. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его. И мы придем к нему и обитель у него сотворим. Кто любит меня, соблюдет слово. Как его соблюдать в слове, если ты его не знаешь-то? Он его не знает, человек этот. И дальше. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть в моем, но пославшего меня отца. Нет, это слово от Бога. От Марка. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Вот это никому не говорить. Мы черви. Священник нельзя судить. Вы много судите. Это все человеческое, поповское. Они больше всего нуждаются во врачевании. Дальше. Атриана, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот вы любите Бога, соблюдите его заповедь. Теперь посмотрим, какая заповедь. Иезекииля. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет беззаконник в своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. А я при чем? То есть я не буду говорить, меня Бог отобзыщет. А они крестят неправильно. Людей не учат. Люди разберяются по сектам. Нет, 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 не надо. Не надо. Ты будешь выразумлять. Выразумлять нельзя священников. Почему? Они приговоренные к смерти. Вот что ваши слова означают. То есть вы выполняете роль сатаны. То есть это мои люди, их выразумлять нельзя. И нельзя говорить, чтобы остеречь беззаконника. А поп не может быть беззаконником. Да это самые главные беззаконники. С архиереями до патриарха. Все ереси основаны священнослужителями. Ари, пресвитерный историк, патриарх, евтихий, архимандрит. Это не пастухи. Ни одного пастуха не было. Это ереси начальника. Но если ты выразумлял беззаконника, а он не обратился к беззаконию своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем. А ты спас душу твою. То есть я хочу спасти свою душу, поэтому я им напоминаю и говорю об этом. Вот вы только заочно где-то. Ну, представьте, в епархии мы сидим. Благочинные сидят. И я говорю, дали слово. Я говорил, сейчас, кажется, 5 или 10 минут. Сейчас. И в конце, а я их там, говорится, на мелкое крошил, словом Божьим, то Беляев, отец Сергий, секретарь Барнаульской епархии Алтайского края, сказал, под каждым словом, Игнатий Тихонович, я могу подписаться. Вот и все. А вы зайдите в интернете, там все заснято. И дальше. Стих 20. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомянется ему правильные дела его, какие дел он, и я взыщу кровь его от рук твоих. От моих рук, от твоих рук, Иезекиэлю сказано так каждому из нас. Ты обязан говорить? Тебе что, безразлично, что он погибает? И вы хотите, чтобы я погиб? Не говорил, но я говорю это на основании фактов конкретных. И дальше. Иезекиэль. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. То есть придут сюда мусульмане, будут резать голову, а виноват ты будешь. Вы маленько писание-то считаете, что вы делаете-то. Я поставлен как страж, как Слово Божие. Я его несу, я уже страж. Дальше, когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей. Все время Бог говорит мне предупреждение, это я не могу никак. А я сказал, а вокруг него там эти причиндалы, там батюшка благословит, ты осуждаешь немного, ты много судишь. Это меня уже не касается. Главное мне спасти душу, я должен быть неповинен. И Павел, когда уходил, говорит, я не упустил ничего, о чем бы не возвестил, поэтому возвещаю, я чисто от крови вас. Это в Новом Завете. Павел говорит, пресвятерам, если бы я молчал, заискал перед вами, патриарх многое не говорит епископам, священникам, почему он не разнесет этих гомоксессуалистов-то. Значит, на нем этот грех, и Бог с него взыщет за это. Почему должен какой-то протодиаком этим заниматься-то? Конюшью-то Абгии его надо очистить. И дальше. Слово 25. И возненавидел я сборище... Слава Иисусу Христу! Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Возненавидел. Так он что? Это мы считаем псалтырь, в монастырях, везде она считается. Злонамеренные, которые люди, людей толкают. Батюшке нельзя говорить. Священникам, это злонамеренный человек на меня вышел, не знающий писания. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают в пути всехем и совершают мерзости. Так, священники, сборище, кодло, собачье. Это что такое? Сборище, разбойники. Вертепом разбойников кто сделал храм, дом Божий-то? Те, которые служители церковные. Бог их называет разбойниками. Я повторяю только мое слово, то ни одного еще нету. И они что совершают, священники? Мерзости. Мерзости. Дают обещания, и романахи женятся. Если, говорит, епископ сегодня не женатый, это уже достижение. Не женатый, как у Денисенко показывали дети, там у патриарха Киевского. И прочее. Дальше. Деяние из Мелита же посла в Ефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих вас станут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Вот я говорю, что это священники, эти лютые волки. Что я сказал? 20 глава. Кого призвал? Позвал он пресвитеров, пресвитеров, это и епископы были все. Претензии-то не ко мне. Я ничего не говорю, я вижу, что они не исполняют, это лютые волки. И вы думаете, бумага, лютые волки, больше нигде нет. Павел сказал, придут. И будут говорить совершенно не то, превратно, извращенно, и причина какая, чтобы денежки давали. Бизнес церковный. Я ничего не добавляю-то, дабы увлечь учеников за собой. Не ко Христу, а не Христа-то не знают многие. Увлечь за собою. Восстанут люди. Из вас, из кого? А вот из Мелита, послал пресвитеров. Что я сказал не так? А что уже? Атрофировались чувства? Вы не видите, что делается в церкви? Серафим Саровский три дня, три ночи молился. И Бог ответил, не пощажу, только об архиереях, не об царе. И не помилую. Третий том книга священнослужителей, 601 страница. При благословении патриарха Пимена. По всему бодрствуете, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами. Учил каждого из вас. Значит, со слезами учил. И поэтому я щисть открови вас всех, говорит. Второй Петра. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Не лжепророка, а пророка. А то он, валаам, свихнулся на золоте, на корыстолюбие, трусость и корысть. Это главные пороки государства и трижды церковная иерархия поражена этим. Вот маленький его вопрос, обвинение. Так вы что делаете? А не надо говорить ничего, то есть пускай в аду все будут. Это служители ада. И что интересно, он ведет себя неадекватно. Я стал думать, что такое адекватно? Ад, на первом месте ясно, что уже ад. То есть не так... Кватно, Кватно тут прямо показывает, что такое. Это Ква, три жабьих духа. Трижды. Три жабьих духа. Ква, 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 не судите. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробелов, напишите. В одним словом. Всех люблю, никого не осуждаю. Священников нельзя говорить. То есть если ты любишь, ты будешь говорить. Ты ухватишься за него и скажешь, батюшка, нельзя этого делать. Почему нет проповеди? Наша сестра пришла тут, Никольский собор, полковая церковь была. Батюшку дождалась. Батюшка, а почему проповеди не было? Что он это священник должен ответить? Горе мне, если не проповедую. Павел говорит, горе мне. Он сразу... Наверное, от Лапкина. Понимаете, да при чем тут Лапкин? Наконец они купель построили. И кто? Лучший священник тут, который был из них. Одно время даже сидел он. Он был в группе Огурцова, о свержении советской власти. Капранов отец Михаил. И послал ко мне в университет, где я веду занятия. Пришел человек от него, говорит, скажите Игнатию, что мы купель построили. Я говорю, крестить-то все равно не будете. Да не Игнатию это надо-то. То есть отчет дают передо мной. Дальше. Маргунов, сначала читая, потом... Кто это говорит? Антон Маргунов. Сначала читая, потом углубляясь в Святое Писание, осознаешь, как у Господа все вымерено и устроено. Аминь. Ведь Евангелие, да точнее вся Библия, смотри, это инструкция к жизни. Без нее человек, как бы живя, существует, но на самом деле мертв. Библия должна быть с большой буквы. На, поставь большую букву. Дальше. Раньше я просто читал Слово Божие. А с толкованием идет более глубокий смысл. Слава Богу, мой разум просветляется. Хотя многое еще предстоит открыть для себя, занимаясь Писанием. Сматриваясь в проходящих людей, понимая, что ты уже не из этой массы гниющих мертвецов. И это дает радость в Боге. Если тебя коснулся Дух Божий, и ты идешь к свету, то ты уже не падаль. Падаль, падаль. Ну, скотина сдохла. Я называю церковь сегодня состояние скотомогильник. Ну, где скотину дохлую куда выносят? Это вся Россия скотомогильник. Падаль. Извините меня, пожалуйста, просто хотелось поделиться чувствами и переживаниями во Христе. Слава Богу, за его великий промысел. Аллилуйя. Аминь. Ой, он осуждает, он Маргунов, то другое. Он сказал падаль. У меня сразу всплыло стихотворение. Падаль, это Россия. Слушайте внимательно. Кто это сказал? Максимилиан Волошин. С России кончено. С России кончено. На последях. На последях. На последях. На последях. Ее мы прогалдели, проболтали. Пролузгали, пропили, проплевали. Замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах. Не надо ли кому земли? Республик для свобод. Гражданских прав. И родину. Народ. Сам выволок на гноище, как падаль. То есть Россию выволокли сами, как падаль. Никому она не нужна такая. Почему сейчас говорят раша? Они говорят, не раша, а параша. О Господи, разверзни, расточи. Пошли на нас огонь. Пошли на нас огонь, язвы и бичи. Огонь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока. Адарас рабство вновь и навсегда. Чтоб искупить смиренно и глубоко. И глубоко. И глубоко. Иудин грех до страшного суда. Видя, востока, глубоко. У тебя чувства поэзии совершенно нет. Востока, ты уже прочитал? Глубоко. Это можно сказать глубоко, но глубоко никак не попадает. Да, неправ, неправ здесь. Неправильно. Давай, считай снова. Считай заново, посмотрим. С Россией кончено. С Россией на последях. Ее мы проголдели, проболтали. Пролузгали, пропили, проплевали. Замызгали на грязных площадях. Все эти разные болотные везде. Распродали на улицах. Не надо, кому земли, республик, да свобод. Гражданских прав. И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи. Разверзни, расточи. Пошли на нас огонь, язвы и бичи. Германцев с запада. Монгол с Востока. Отдай нас рабцам вновь и навсегда. Чтобы искупить смиренно и глубоко. Иудин грех до страшного суда. И когда он написал это? 23 ноября 1917 года. Все, революция. Уже было видно, что они пришли. Пришли вурдалаки, упыри, убийцы, людоеды. И что они сделают? 100 миллионов голов отрубят. Ленин все это высчитал. Одного попа убить мало. Всех до одного истребить. И дальше... Ролики... К группам. К объяснению разных течений и прочего. Что мне вовсе не нужно. Я этого не вижу и не слышу. Такая мелюзгая пустота во всем этом. Даже вот такое написать и то диктуй братьям. А сам занимаюсь другим. Когда Никита дома, я прошу подпишать. У меня руки привыкли работать на Украине. Два пишущая машинка. А тут клавиатура поменьше. И мои пальцы цепляют другое. Как он на это взъелся сразу? Взъелся. А вы лжете, вы лжете. Вот это другое. Ничего совершенно. Почему? Миссионерский отдел. Там особые сильные демоны. Хамство, злобы, преследования. Выискивают врагов. Я ему не враг. Я ему посвятил несколько часов. И Мгаленович в число врагов записал. Дальше. Это их совещание, доклады всех. А там мне указал один человек. Говорит, вот ролик поставил. Я не заметил какой. Выступает там совещание. И там Осипов. Я о нем говорю. Это их совещание, доклады всех. И этого священника я уже прослушал несколько дней назад тому. А Осипов... Владимир Николаевич. Снят был в одном и том же фильме со мной. От предчувствия. Он подвижник за свободу, не за Христа. То есть ему два раза по семь лет давали по 70-й статье. И он не исповедник Христов, но он смелый. И голос его очень напоминает голос Адольфа Гитлера в его экстазе. И если просто слушать, то и без жестикуляции похожесть явная в экспрессе речь. Вот так. А, речь зашла вот какой мне скинули ролик вчера. Пусть говорят. Вся страна была потрясена этим выпуском. 27.09.2015 год. Последний выпуск. И ссылка. Вот теперь я ему отвечаю этому человеку. Это мне на него вывел Сергей Козлов. На этот ролик про собаку. Вот видите какой. Вот посмотрите сами. Вот так зарядите. Он уже год назад был. Дальше. Игла благодарил за указание на этот страшный видеоролик. Просмотрел его до конца. Перенес на свой форум к тему пупков и собаки. То есть здесь. Какая-то там собака такая бойцовская. Она вцепилась ребенку пятилетнему в лицо. А хозяин стоял. Здесь и смотрел, как она терзает ребенка. Вещь неслыханная. И все это в студии там. У нас отец мой Тихон Дмитриевич. Инвалид второй группы Великой Отечественной войны. Был пастухом. И для охраны Атары держал настоящих волкодавов. Постоянно было 2-3 собаки. И я сам держал. И занимался в уголовном розыске. И даже ни разу не слыхал, чтобы наши собаки могли тронуть ребенка. Конечно, наши собаки были не этой зверской природы. Восточно-европейская, кавказцы и иные подобные. Мы катались на них в санках и верхом. Но живя в городе, я ни на одну минуту не оставлял собаку без внимания при прогулке. Выводя на поводке, сначала проверял тамбур и коридор, нет ли кого. И потом я написал дальше. Но если бы волк был бодлив, и вчера третьего дня, и хозяин его был извещенностью, не истерег его, а он убил мужчину или женщину, то волк побить камнями и хозяина его предать смерти. Понимаете, я ничего не придумываю. Они знают, что с ним делают этот человек. А девочка-то, у нее отец какой-то там видной кавказской внешности. Не попался он мне, я бы его на куски разрезал и зарыл тут же в землю. Ну, это, конечно, незаконно было, но смысл-то понятен. И все дальше говорят, девочка-то никогда замуж не выйдет. Лесо покорежено, зашито, здесь глаз, тут много операций надо было. Ну, то есть такое-такое. Вот вчера посмотрел я и пришел к выводу, что с собаками беда в стране. Я вот был в Америке, во всей европейских странах, в Скандинавии. Нигде не видел собак, только в Румынии. Цыгане там. Там толпы собак. В других государствах ни одной нету. Вот в Америке видел, она идет, ну, в Синодии я был, в окно гляжу, она идет, пять собак, и все у нее на поводке. И едешь в Америке, и там нарисовано собака, совок, и написано 100 долларов. То есть не убрал за собак. Они идут все со своими мешочками. А у нас в любые песочности все загажено. Вот посмотрите, сегодня я выставил этот, вот этот ролик, вот он самый стоит здесь, Александр, вы его найдете. В других роликах посмотрите, это, наверное, пять роликов я посвятил разговоры ему. Ну и что дальше показать? Это вот у нас, наш, моя страничка в моем мире. Это очень хорошая такая система. Вот что тут еще тут можно было-то. Вот как раз о нем здесь и говорится. Сейчас я могу даже показать, вернуйся. Дальше Пойдем на наш форум. Было вчера, нет это? А вы что поднимите? Было, было. Было. Дальше Вот это Алексей Осуждение как раз, я его разобрал. Алексей Фомин. Дальше Это Симон наш. Человек, падшее создание у человека, ум помрачен. Ну о чем они говорят? Сделали как-то, чтобы видно было тут. Очень много я не могу считать. Они с кем-то тут, нет, они со мной, не ко мне даже. Тут дальше священник в Новосибирске избивает там кого-то. Посмотрите, какой ролик, прочитайте, что написано. Я не один раз смотрел его. Ну, что говорит-то? Тут все сказано. Ко мне нет вопросов здесь. Нету, да? Дальше. Вот, справедливости ради, надо сказать, этого священника лишили сана, который бил человека. Креста на нем нет. Вот ролики поставили, сколько роликов. Я должен их посмотреть, ответить. Я их не смотрю и проверять не буду. У меня времени на это нет. И почему я должен смотреть? Вот это, допустим, Даниила Сысоева тут видел я. Может все ролики, некоторые даже не один раз прослушал. Я даже вообще не открываю их. Этого не видел по картинкам. Это тоже еще тут. О чем тут речь идет? Это фильм Тихона Шевкунова. А, смотрел, смотрел. Это Тихон Шевкунов поставил. Андрея Кураева тоже не все, но многое смотрел, многое. А так, ко мне все это выкинули. Ну, все, последняя страница, ничего дальше нет. Вот, а теперь посмотрим на наш видеоканал. Вот он как. Это примерно 4300 роликов теперь уже. Около этого. Оно на нашем, наши ролики. Вот, заходите. Вот он здесь. Вот если, вот здесь, главное ткнуть, вот здесь главное, главное, то откроется ежедневно, выставляется почти ежедневно. Жития святых, мной насчитаны. Отдельно, оформлено. Очень хорошо, красиво. Ну, что вам не ошибиться, около 5 роликов. Постарайтесь найти. Ну, и в течение, допустим, двух месяцев идут. Вот он где. Дай-ка там свет. Сначала включить или как? Да нет, давай. Дело я бы, пошел ты ж... Вот он. Вот он, Александр. Всем нам належит предстать на судилище Христова, чтобы получить соответственно, соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброй или худой. И дальше. И вот он мне задает вопрос про метаста. Не судите никак прежде времени. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И все на этом для меня. Понятно, другим я говорю, которые наши люди. У нас таких нет, которые не верят. Все верят. Олег Синяев подробно все разбирает. Очень хорошо об этом говорит. Ну, и добавить к тому, что сказала она, расширять. Я не видел видения. У меня никаких откровений никогда не было. Я ни одного видения не видел за всю жизнь. Ни голоса не слышал. Я вообще только считаю на уровне мозгового развития. Воображают, как огонь горел, как больно было. Ну, обыкновенное. Ну и все. Вот мой ответ. Не знаю, принуждать никого не буду. А если он не верит? В догмат это не записано. За это от церкви не отлучат, от причастия не отлучат. Но учить, проповедовать никому не советую против. Вот мое мнение. Против мытарства. Ну, это как раз Игнать Тихонович ответ моей мамы. Моя мама как раз вас будет смотреть, и она вот интересуется в мытарствах. Она вот даже смотрела очень много всяких вот фильмов. Когда люди, знаете, вот умирали, как Валентина, забыв изговориться. Вы ее знаете. Видите как. Хороший, нормальный разговор. И только на три дня раньше не принял его. Не принял. Мгновенно меня в число еретиков записал все. Это вообще неслыханная вещь. Кого они могут приобретать, когда дружественные отношения, на него потратил столько времени. На все до одного вопроса отвечал. Но, значит, где-то внутри это было все. Сейчас связь с миссионерским отделом. Как будто особый какой-то отдел особо злобными демонами наполнен. И они людьми там руководят. Никакого отношения к церкви это не имеет. Вчера просто вразнос пошел, и мы расстались. Очень жаль. Прошу помолиться. Ну и дальше Это мы вчера в фильме досмотрели. Блаженный Августин. Святой Августин. Вторая серия. Католики там крестят, поливают. И безбородые, и артисты такие. Да не было этого. Обман. Обман. Это все под католиков. Камагридеши там Павел поливает из-за этой католики. Ну и вот самое драгоценное у нас это во свете Библии наш библейский сайт. Вот здесь. Я этому Александру еще раз сказал. У меня времени нет. У меня работы столько. Вот это вот. 4124 ответа. Это почти, ну примерно 3000 новых файлов появится. Если я насчитывать буду. Да еще в стихах. Около 6000 файлов новых будет у меня. Сейчас я уже заготавливаю. Около 600 у меня уже заготовлено файлов. На будущее. То есть у меня к концу края нет. Сколько. Это не чужое. Мое. Мой материал. Ну на этом все. Когда я вел занятие, не занятие, а выступление по радио. Ну и меня отсадили. Патриархия вмешалась. Епархия. Если не подчинитесь епископу Антонию Масендищу, мы откажем вам от радиостанции. Я говорю, какое отношение имеет к мирской организации? Убрали меня оттуда. А народ-то звонит, спрашивает. Ну, у Лапкина кончились темы. А он накануне спросил, у вас еще темы есть? Я говорю, еще 120 примерно тем. Примерно. Говорит, нет. То есть ложь. А вскоре кто это сделал, Илья Николаевич Гринько. И его оттуда вышвырнули. А потом радиостанцию закрыли. Меня нет, как Григорий Ефимович Распутин говорит. Меня не будет. Не будет царя, не будет России. Я не Распутин. Я просто глазами гляжу, и вы против истины воюете. И эта волна лжи вас накроет. И вот здесь все, что есть. Ну, все как будто бы. Вот он как раз и перетащил на мой мир. Вот она теперь, сегодня. И в моем мире, если кто бывает, и тоже посмотрите, как она называется. И таких примерно 5. 5. Более ранее. Посмотрите, вы увидите по фотографии. И вы увидите, хорошие были беседы. В один день обозвал меня лжецом. На 53 года моложе меня. Вообще даже вообразить нельзя. Это может хоть один мусульман сказать Аксакалу? А я в их возраст скажу Аксакалу. Совет, который дают? Нет. За 1300 лет ни один мусульманин не подумал. 2 миллиарда. Такую дерзость говорить. Хамство. Хамовиты это, сыны хама. Почему? Миссионерские отделы. Они их такими делают. А артриумы разные там выходят где-то. Вчера какой-то тоже. Может он вылез на меня, выставляет. Где против меня говорят. И он все на форум занес. Все ролики. Я все смотрел, слушал. Ну а ему надо ткнуть. Зачем я вам выкинул и занес свой список. Зачем? Зачем? Великий пост, займитесь своей душой. Она у вас одна единственная душа. Ко мне пришел. И вот такая история. А я видел один снимок такой. Прямо, ну как бывает, пополам так вот разделенный. И показывает, стоит мусульманка, как она одета. И дочь, дочь Даниила Сысоева распивает на капоте машины. И раздетая в одних трусах там стоит. Шорты называют их. Но как она выглядит-то? Против мусульманки-то это не я составляю такое. Как он мог? Миссионер не видишь. Это его потомки растут. Вот и все на этом. Богу нашему славу. Субтитры сделал DimaTorzok